Значит, очень важно самим представлять собой ценности. Значит, у нас есть такая внутренняя установка, что у нас есть вообще крайности какие-то. С одной стороны, мы типа заветный приз, клад счастья на все времена. Понятно, что каждый из нас заслуживает самого лучшего. Никто же не откажется, правильно, и так скромно скажет, ну, я большего и не просил, только самого лучшего. То есть у нас с одной. С другой стороны, мы ждем, что человек, который придет в нашу жизнь, с которым мы эту жизнь разделим, он решит все наши проблемы. То есть мы такие прекрасные, служащие самого лучшего, но при этом человек должен прийти и нашу вот эту хизбу, понимаете, поднять, так сказать, с колен и превратить в хоромы. Это понятно. Почему? Потому что ребенок эгоцентричен, поэтому он очень ждет любови родителей. Он считает, что он заслуживает этой любови просто потому, что отчего, кроме него же в этом мире нет никого, поэтому родители должны только его любить. Если они друг друга любят, уже как-то его напрягает. Только его должны, понимаете, это эгоцентричность, это с детства. И второе, когда в детстве тебе плохо, ты же что ждешь? Что все эти родители все бросят и тебя побегут спасать, если у тебя что случилось. Они же родители, они для этого созданы. И вот эта вот амбивалентность, которую мы с детства сформировали, непонимание собственной детской неполноценности и ощущение своей собственной детской исключительности, оно в отношениях, когда мы вступаем в какой-то уже такой союз, оно начинает играть просто драматическую функцию, драматическую роль. И вот это очень важно осознать. Это один из важных этапов осознания, который как раз на красной таблетке мы и воспринимаем, и ощущаем. Значит, это осознание, с одной стороны, того, что мы не идеальны, но с другой стороны, что мы представляем собой некую изначальную ценность, которую можно капитализировать. То есть вы сами себя можете сделать более вкусными. У меня какие-то есть сказочные образы, но я не знаю, как. Ну, вот, сахарная вата, вот. Да, значит, и мы можем себя апгрейдить знаниями, навыками, способностями и так далее. Это я, прошу прощения, вот просто я примитивный пример, как в сексе. Это вы же можете апгрейдить себя. Ну, не в смысле какого-то совсем этого, но вы можете что-нибудь освоить, что-нибудь как-то научиться лучше делать, понимаете. Это представляет собой ценность, вот. Иногда. Это молодежь, что они не понимают, что старые-то люди, они уже соображают, что техника имеет значение. Вот. Да. Ну, это я все иронизирую. Вот. Да, но смысл состоит в том, что если вы обладаете какими-то навыками психологическими, понимательными, функциональными, которые позволят вам лучше организовать жизнь, вы начинаете представлять ценность для другого человека. Я постоянно сталкиваюсь с этим. Мне говорят, ну да, вот мы все для нее или для него сделаем, а потом он нам скажет, иди ты на три буквы. Слушайте, если вы научились сами себя производить собственную ценность для другого человека, ну, это надо быть полным кретином и идиоткой для того, чтобы вас бросить. Понимаете? Вот. Поэтому, да, можно отдать вообще. Отдавайте вообще, не стесняясь. Но при этом научитесь себя делать круче, делать ценнее, делать красивее. Потому что красота, она же, понимаете. И они что думают, что красота? Ну, вот это все сейчас красота. Сейчас наделайте, этот, в Инстаграме мне показывают фотографии, говорят, а найди три отличия. Три разных Инстаграма. Мне показывают девушек. А нету! Один хирург опережал. Сделал красоту, понимаете. Поэтому красота-то она не в этом. Красота она в том, что возникает между двумя. Вы что думаете, как-то Лили Брик была красавица? Вы посмотрите фотографию. Ну так, на секундочку. А там весь Серебряный век, понимаете, убивался, понимаете, падал, бежал и падал. Вот. Почему? Потому что оно же в объеме, понимаете, в том вашей ценности, которую вы должны создавать. Вот. Поэтому три правила. Значит, первое. Значит, надо научиться справляться от иллюзий и смотреть правде в глаза. Мы с вами не подарок. Вот. Никакого счастья нам никто не обещал. Просто так не придет никакой ни сказочный принц, ни принцесса, понимаете, все сдохли. Уже все, это все было в прошлом. Это было во время драконов. Вот это кто смотрел, это зима настала, вот, пришла из-за стены и все покрыло. Нету больше этого. Вот. Есть вот мы с вами, вот такие люди-человеки, которые, в принципе, могут построить отношения с кем угодно. Но при этом у нас есть даже выбор. И поэтому вообще кого угодно брать необязательно. Можно, понимаете, даже, как бы сказать, приглядеться, присмотреться. После того, как у вас этот человек появился, вы должны сформировать ситуацию доверия друг с другом. И это возможно только в том случае, если вы умеете понимать другого человека. И если вы понимаете его, а не собственное представление о нем. И после того, как возникает это понимание, вы естественным образом доверяете тому, с чем вы имеете дело. С кем вы имеете дело. Вот. Не какому-то фантазму, что вот так вот, и поэтому вот это вот. Она человек хороший, поэтому не обманет. Ага. Три раза где-то было. Что это такое человек хороший? Это не профессия, понимаете? Ну вот, поэтому, да, понимание. Это первое правило. И второе правило. Третье. Значит, для того, чтобы ваше доверие не улетело в трубу, ваше дарение не превратилось в то, что вы отдали, и человек это, как бы, воспользовался, и вас оставил не всем, вы должны уметь увеличивать свою собственную ценность. Ваша собственная ценность – это ваше умение становиться больше, круче, ярче, эффективнее. Ну, в целом, ряде аспектов человеческого взаимодействия. Моя хорошую кухарку найти можно. Хорошую уборщицу найти можно. Найти человека, с которым ты будешь чувствовать себя в этой жизни, как на приключении, в котором есть этот мир, с которым ты хочешь делиться чувствами, ты хочешь делиться впечатлениями, ты не хочешь чувствовать, ты не чувствуешь себя одиноким, ты просто даже не думаешь про это, потому что так вы друг друга понимаете. Такого человека найти непросто. И это огромная ценность. И от таких не уходит. Ну, или они больные, и, слава богу, пусть бегут. Гоните, гоните.